Правильно применяются данные статьи. И сегодня я хотел бы представить часть обещания. У нас главного управления МВД РФ, представитель А.В. Борцова, начальник 1-го отдела Центра исполнения административного законодательства Алексея Александровича Гатьков, в конечной обязанности начальника правового управления, и Шиловская Елена Сергеева, известитель начальника 4-го отдела правового управления. От прокуратуры, начальника Борисова, начальника отдела по надзору законов по несовершеннолетних, от полномочного права ребенка Лориона Олега Николаевича Шатуденко, полномочного права ребенка, и советник полномочного права. И Лериков Михаил Васильевич, ведущий специалист правового активного порядка. От главного следственного управления МВД РФ, Лериков Михаил Васильевич, ведущий специалист правового управления МВД РФ, ГУ Следственного комитета под Митербургом. И от председателя общественного представителя организации «Профсоюз граждан России» и представителя ведения «Народный собор». Я бы хотел, чтобы мы здесь максимально удовольствием обсудили этот вопрос, и хотел бы обсудить это регулярно. Есть вопрос, есть проблематика, но возможно ли мы введем наше совещание в режиме обмена мнений в режиме о небольших выступлений на несколько минут со стороны какого участника в нашем следующем совещании? Тогда я бы хотел предоставить слово от представителей государственных структур выставить свою точку зрения в нашем неприменении статей 7.1 и 7.2 в режиме обсудимого образца. Давайте начнем с ГУ. Давайте, может быть, я скажу, что мы будем применять по ночам с начальством правового управления. Практика применения данной статей на сегодняшний день достаточно скудна по ГУ. По 7.1 у нас 7.1, да, то есть 3 фактические материала, то есть составленные протоколы об административных правового управления законов друг друга, а по 7.2 — 5, то есть фактически 8 из них положите на рассмотре на суде только один материал с проведением административной ответственности в виде штрафа в разрезе 5 тысяч рублей. Нельзя сказать, наверное, что бизнес ГУ в данной сфере можно признать свойствовательный и чествур активный. Если мы говорим о практике применения данной статьи, мы можем, ну, наше мнение, да, что здесь, может быть, это связано с не совсем совершенной нормой законной Санкт-Петербурга, которая на сегодняшний день предусматривает возможность привлечения составления протоколов в административных правонарушениях только сотрудников органов внутренних дел. Хотя, в целом, субъектами профилактики правонарушений у нас является достаточно значительной часть государственных органов и учреждений, начиная от сферы образования, заканчивая комиссией по делам сверхновения. И, по нашему мнению, расширить вот сферу возможного применения по составлению протоколов административных правонарушений мы могли бы раскрыть и практики применения данных законов. Мы понимаем, что полиция с учетом реформирования на сегодняшний день в значительной мере отказывается от каких-то избыточных пунктов. Понимаем, что профилактика правонарушений на сегодняшний несовершеннолетних не может прикасаться полиции. Естественно, полиция будет в этой сфере работать, но с учетом глобального сокращения сотрудников полиции и тех моментов, которые нам диктуются с министерством, мы полагаем, что расширение этих полномочий путем привлечения всех субъектов профилактики правонарушений позволило бы более активно применять данную статью. Что касается вопросов по самому юридически, так скажем, юридическим формулировкам и применению данных норм, то здесь тоже возникает много вопросов. Но вопросы эти возникают непосредственно при правоприменении, в частности, о том, что понимать под пропагандой. Является ли заявление о том, что будет, например, проходить парад меньшинств, самим фактом привлечения общественности, и в том числе несовершеннолетних в данном Москве. Здесь мы не можем говорить о том, что отсутствуют проблемы, тем не менее, те нормы, которые на сегодняшний день есть, мы полагаем, нужно сегодня продолжать пробовать их применять и только активное их применение и сложившаяся судебная практика по данным вопросам может уже констатировать, правит нам что-то в этой части или неправит. Поэтому вот кратко моя позиция сегодня к этому вопросу. Если есть какие-то вопросы... Да, давайте вот так... Здравствуйте. По теме, во всех курсах того, что было выложено количество заявлений в прокуратуру и следственный комитет по поводу пропаганды, так как считает общественность, в ходе проведения концерта Лиза Чикона и Моргас Ауфта. Мы разговаривали с полковником 33-го отделения милиции Игорем Александровичем Куфаевым, который на данный момент ведет все эти дела об общении военного производства, который нам сказал, что до сведения сотрудников полиции не доведены изменения в Кодекс административных правонарушений Санкт-Петербурга. Они в принципе не знают, что существует статья 7.1 и 7.2, которые они не называют. Я могу подвержить только ответить вопрос для того, чтобы знать закон не нужно, для того чтобы водитель он публикуется в соответствующих нормальным образом. Просто не в курсе, можно сказать, что политики не знают. Мы как правовое управление, все изменения в том числе законы административных правонарушений соответствующие на территории портлера и начальника посылаем во все подразделения, то что, ну, это... Они не дарома тоже, не ваша rescат. Да. Нет. Мы можем ждать тексти. Проверка к этому вопросу не закончена, она находится на самом деле. Сейчас рано. А как еще быть с таким вопросом? Дело в том, что у нас в поле скомандательство по истечению двух месяцев с момента правонарушения невозможно будет привлечь к ответственности. 9 августа истекает этот ветерок. Я, насколько знаю, октября, да, октября. Дану прокуратурой колонии до 30 сентября разобраться. Поставим точку подтверждения, сегодня уже 28-е. По моим следам, до 10-го, 10-го подъема строк рассмотрения этого материала. Я там усматриваю и есть проверка по рамкам уголовного законодательства. И тогда уже я хотел передать репуте Ольге Борисовне. В том случае, если прокуратура согласится с действием оборудованием возбуждения в оборудовании, поскольку не будет усмотрено, в том случае, будет рассматриваться вопрос о наличии действия факта и проблемами в обеспечении. Состава административного проволошения, когда он уже пойдет, после установления наличия факта совершения административного коммерческого. Это небольшой ответ на наш вопрос. Я бы хотела, может быть, получить информацию, можно прокомментировать. Те вопросы, которые могут возникать, но не возникают, поскольку мы не анализируем пока еще в полном объеме, и прокуратура города, дальше проделывается, было предназначено проведение анализа права, практически было в 12 месяцах, из этих статей, которые, на самом деле, были в оборудовании. Та информация, которая от нас возникает, более-не более ставит вопросы. В соответствии с Кодексом Российской Федерации административного проволошения и установлены перечень, в том числе, должна статья из ООН, который может составлять административные протоколы, указывать перечень статей, по которым правят сотрудники ООН составлять их. И ведомственный приказ, Министерство внутренних дел м. 403 этого года, определил в категории должностных лиц перечень, соответствующая статье административного проволошения, по каким имеют право те или иные должностные лица, будет руководитель отдела полиции, служба общественного пополномоченных, который постановит, подразделение по делам совершеннолетних, составляет протоколы. Если они в перечне, имеют право составлять. Нет в перечне соответствующих статей. Значит, безначально признаем возбуждение таких дел, незаказно. Есть ли приказ Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу в РФ, который так определил перечень должностных лиц органов внутренних дел Санкт-Петербурга, которые правом очень составляют протоколы по данным основаниям? Если это в порядке вопроса, то я попробую так ответить. Дело в том, что в законе, в кодексе, вернее, административных правонарушениях сказано, что по этим статьям составляют сотрудники органов внутренних дел, а по этим статьям тоже составляют сотрудники органов внутренних дел, но в перечне этих лиц определяется министром. В законе Санкт-Петербурга такого нет. Закон Санкт-Петербурга стал сотрудником всем органов внутренних дел, полномочия по составлению законов внутренних дел Санкт-Петербурга. Тем не менее, при издании такого закона мы должны избежать вот этих вопросов, в том числе и со стороны прокуратуры. Несколько лет назад издали такой приказ по главку и в отношении закона Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который позволил всем сотрудникам, мы тогда его назвали, милицией общественной безопасности. Да, может быть, ОМОН на сегодняшний день так бы не совсем актуально, тем не менее, мы считаем, что поскольку в законе административных помещений Санкт-Петербурга нет прямого указания на обязательность издания такого арта, то полномочия есть у всех сотрудников без полномочия издания такого арта. Ну это обсуждание. Те же самые консультации, которые у нас проводили с Генеральной прокуратурой, они нам сказали вопрос проявить правомучия от должности использования возразделения дел именно по составлению протокола по региональному законодательству, поэтому этот вопрос так иначе избегает. Кто будет в праве составлять? Без чего он возникает, но может возникнуть из закона. А здесь закон дает всем, я считаю, что это не просто. Дело в том, что региональный закон не имеет права определять полномочия федеральной структурой, то есть федеральная структура обязана составлять протоколы для полномочий, но не имеет права этого делать. Можно в законе? 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 Значит, чем отличается саповедь «не убей» от конкретной статьи «уголовного кодекса» социоубийства, четко прописанного наказания и моментом, по какой процедуре ответственность на СПП «не убей»? Это моральная отстава, ведь это декларация, к чему нужно стремиться. А статья от самоубийства – это конкретная статья уголовного кодекса, по которой край. На сегодняшний момент можно сделать такой вывод, что городской закон о запрете пропаганды комосексуализма среди несовершеннолетних, он не работающий, он оформлен на уровне декларации. А формально по этому закону привлечь кого-то к ответственности сложно и невозможно. И вот теперь мы, представители общественности, сидим и слушаем очень увлекательную беседу профессионалов права между собой о том, кто какие инфлюкции должен быть. Я два минуты просил. Хотел, чтобы вы выступаете, я представил такие соревнования. Виктор Шеменович. Вот я продолжу. На сегодняшний момент закон это просто декларация, привлечь никого невозможно. И вот эта увлекательная дискуссия между профессионалами, о том, кто какими инфлюкциями и что такое пропаганда, про инфлюкции ничего сказать не могу. Я дарю вашу ведомство, этот вопрос. Вы же это главное известное исполнение. Но пропаганда – читайте слова русского языка. Пропаганда – это тенденциозное создание, тенденциозная подача информации, строить в создании положительного образа. Как равна и публичная демонстрация, преследующие те же самые слова русского языка. Можем ли мы публичную демонстрацию то, что происходило на концерте Мадонны, если руководствоваться нормами русского языка, расцените как пропаганду? Конечно, да. То же самое связано и с этими семьями парадами. Это чистейшая пропаганда, если мы руководствуемся здравым смыслом и нормами русского языка. И претензия к профессионалу хоть депутатского корпуса, хоть представителей органов власти совместить нормы права с нормами здравого смысла. Собственно, об этом идет речь. Я хочу отметить, что в российском уголовном скандальстве присутствуют составы преступлений, которые принимают ответственность за пропаганду. Пропаганда расовой ненависти, экстремизм, 282-я статья и так далее. Поэтому, что касается самого определения термина «пропаганда», то этот термин уже раскрывается у нас в российском законодательстве, он не является... Почему он не раскрывается в вашем законе? Поскольку раскрытие этого термина является избыточным, наверное, с точки зрения отбора права. Но, тем не менее... Вообще он тогда не может никого... Да, это так. Мы сейчас обсуждаем как раз практику применения. Есть вопрос, он неоднократно поднимался в обращении граждан к контенту законодательства, связанный с тем, что в Санкт-Петербурге неоднократно задерживались граждане с участием членов добровольных народных дружин, сотрудников правительных органов, задерживались граждане, с действием которых было усмотрено наличие пропагандной педофилии, так называемые пропагандисты-педофилии, которые были выявлены через всемирную сеть интернет, которые приходили, так сказать, после отчетивого пропаганды в отношении, по сути, не физического лица, а просто в сети педофилища-педофилища-педофилища-педофилища-педофилища. Но, к сожалению, мы столкнулись с случаями, когда протоколы были составлены, но отправлены для рассмотрения по месту регистрации данных жителей. И, поскольку местом регистрации данных жителей был город Москва, где отсутствует подобная информация, таким образом получилось так, что данные граждане не избежали ответственности за действия очень достаточно... вполне самостоятельные действия, которые вполне самостоятельно говорят о том, что пропаганда этих действий была осуществлена. Вместе с тем, я бы хотел обратиться к представителям, потому что здесь больше органов внутренних дел ГУ, МВД по Санкт-Петербургу, что в нашей практике мы сталкиваемся зачастую с недведением этих дел до суда. В частности, только по отделам полиции в Кировском районе Санкт-Петербурга из известных мне 15-16 случаев задержания подобного рода граждан, я знаю, только один случай был доведен до суда. Тем самым создается впечатление и ощущение у предполагаемых административных правонарушителей о полной безнаказанности и о неэффективности подобного рода статьи, поскольку данные не поддерживают. Они пишут, просто я сам был свидетелем, они сами лично пишут объяснения в отделе полиции о том, что да, я такой-то осуществлял пропаганду, бедофилии в отношении заведомо недостившего 16-летнего возраста, заведомо, так сказать, 13-летнего возраста, гражданина пропаганды бедофилии. Я признаю, что я совершил данное административное правонарушение, и вот после получения подобного рода объяснения в отделе полиции это дело не доходит до суда. Мне кажется, что когда человек буквально дословно цитирует, не признается, что он нарушил пункт 7-1 и 7-2 административного правдательства Петербурга, и я не могу объяснить, почему данный протокол не является основанием для того, чтобы уже протокол оказался у мирового судьи, и у мировой судьи будет скорость вопроса. Вот как мы здесь можем избежать того, что у нас наказание, пускай не очень строгое, пускай региональное, так сказать, но является неотвратимым для данного рода в МЧС. Вы решите отвечать, Виталий Дмитриевич. Все дело в том, что мы, во всяком случае, не знаем об этом факте. Если бы вы нас раньше проинформировали, что таковые милиции, мы бы хотели бы проверить, что же там произошло, что же с ними протоколами стало, что же с этими объяснениями, которые говорят о том, что Литова говорила о том, что действительно нарушило закон Санкт-Петербурга. На сегодняшний момент имеются протоколы, имеются постановления. Они отправили... Да, они все отправлены. Четыре заняла судебу, одному принятое решение о привлечении. Может быть, эти протоколы как раз-то имеются в виду? Да, ну, как раз-то мое мнение, только на моей памяти было составлено, наверное, порядка двенадцать. Ну, мы учтем ваши замечания. Мы еще раз, уже не диножди, я могу вас заверить на правилную информацию по всем органам о необходимости... О наличии таких статей, как закон Санкт-Петербурга... Тогда... Можно мы тогда напомнить, да? Да, конечно. Я буквально вчера еще, насколько поздно получила приглашение. Я запросила с Девского района, потому что у меня была, допустим, по одному, что у нас на контроле воде. Дел, который был назначен, заинвестированный по пуску, отказ от возбуждения уголовного дела. Он смотрит, как раз, ситуация аналогична с выявлением, благодаря всем решениям, наших некоторых товарищей, общественников, такого лица, вот протокол административного правонарушения, составленного участкового полномочия в полиции. Переводим, вот тут было написано. Осуществлял пропаганку педофилии для несовершеннолетних, а именно, посредством сети интернет и социальной сети ВКонтакте вел переписку с лицом, выдававшим себя за несовершеннолетнего, в палитронной сети неотдавшихся на отношениях несовершеннолетних. Фабула совершенного правонарушения должна содержать суть совершенного правонарушения. В чем заключалась пропаганда педофилии? Это все обязанность по административному законодательству доказывание лежит на праву применителя. Мы усматриваем из того, что я сочетала, в чем заключалась его пропаганда. Что? Он был в переписку? Какую переписку? Какого содержать? Что было? Объяснение. Я был задержан для выяснения ситуации на улице такой, да, в Кировской районе, где собирался зайти в магазин за покупками. Объяснение правонарушения. Решение верового судьи прекращено за стечением сроков привлечения к административной ответственности. Мы видим на лицо недостаточно правильное оформление протокола, поскольку недостаточно хорошо известная практика и, как правило, благодаря активной жизненной позиции рядом граждан, вместе с соперником прилагается признаваемое задержано его личное обращение через сеть интернет. Он признает, что это его обращение. Содержатся прямые призывы, позволяющие недвусмысленно, недвузначно трактовать его обращение к предполагаемому несовершеннолетию, которое, предполагаемое, действительно несовершеннолетие существует, с пропагандой, и он, естественно, что правильно было бы прилагать объяснение, где гражданин это действительно признает. Потому что из данного объяснения это, даже если бы не истек срок, то в мировой суде не было бы иных основов, так сказать, деловало бы решение, кроме как отказать следить с отсутствием каких-либо денег. Если бы он удивился на рассмотрение, либо было бы надлежащим образом уведомлено, и в его отсутствии тогда был рассмотрен материал, пока их там уже не увидим, поэтому в итоге мы конечно проверим, и сучим, и будет у нас совместно с главным управлением металлические рекомендации, как его применение динома, либо это будет наше отдельное. Пока мы тоже не увидим. И в развитии, то есть вот мы сейчас обнаружили вот эту небольшую сложность, связанную с тем, что при составлении протоколов недостаточно четко прописывать собственно говоря, был ли момент совершения административного правонарушения. Но я вам перехожу к другой составляющей данной категории правонарушений, которая уже переходит из административного уголовного законодательства, в частности, когда данная категория граждан занимается распространением через сеть интернет продукции порнографического характера с участием несовершеннолетних. И вот здесь, как правило, данные люди, когда задерживаются у них на личных телефонах или иных носителях электронных, обнаруживается некое количество продукции эротического характера, где изогнешены, по сути, делом деятели. И, как правило, данные события не получают развитие, к сожалению. Вот здесь, какого рода могут быть приняты действия для того, чтобы уже человек, который совершает не административное, а возможно уголовное преступление, можно было бы привлечь к ответственности в случае, если такие факты обнаружены. И что может законодатель здесь усовершенствовать в плане того, чтобы действительно человек, который хранит детскую порнографию, мог бы быть привлечен, поскольку данный гражданин уже обладает всеми признаками, так сказать, в лицах, которые являются социально опасными. Ваши точки зрения. Я чувствую, что практика возбуждения расследования будет складываться. Конечно, они так же штучны, но те, кто не только в этом году по результатам проверки ВСТМ было возбуждено и сильный памятник один из уголовных дел по распространению в сети, в том числе ВКонтакте, для фотографического содержания использования совершенновения. Практика есть. Действительно, существуют проблемы, связанные с выявлением, документированием, с тем, чтобы те материалы первоначальной правительки вбегли в основу возбужденного уголовного дела. Есть. Это обсуждается, рассматривается вопросом, в том числе и главы Следственного управления УКО, Следственного комитета, ИСУ. Зарочным уголовным вопросом проводятся семинарские занятия как правильно документировать, как правильно применять законодательство. Поэтому, безусловно, как в любой практике проблема возникает, связанная в том числе с субъективным фактором, с человеческим фактором, когда приходят новые люди и не знают как. Поэтому, сами с общественниками работают. Это очень хорошее начинание нашего аппарата полномочного права ребенка, когда проводится уже на системной такой основе встречи с правоохранительными органами, с теми общественниками, которые активно занимаются ломами, федофилами, так скажем. Поэтому правство нарабатывается. Скажите, пожалуйста, было бы с полезно с вашей точки зрения выпуск некого материала, который может быть появиться в рамках профилактической работы, по информированию населения, материала справки для родителей, поскольку, безусловно, ни участкового полномочного, ни сотрудник следственного управления, так сказать, районного и следственного комитета не сможет проконтролировать жизнь несовершеннолетних годовых условий, потому что просто нет технических возможностей на сегодняшних двух оснований. Но, как правило, за ответственность за то, где и как находятся их дети, несут родители. Так вот, на сегодняшний день отсутствуют какие-то методические материалы, которые позволили бы родителям, осуществляя контролировать своих детей, выявлять признаки и обнаружить признаки возможного готовящегося подчас преступления в отношении несовершеннолетнего. по каким критериям граждане могли бы определить, что в сети, в социальных сетях или где-то в другом контрасте их ребенок может быть подвергнут возможному насилию или негативному информационному воздействию. Потому что я знаю, что идет широкая разъяснительная работа по вопросам бытового насилия, по вопросам профилактики вовлечения среди несовершеннолетних в профилактике введения наркотиков среди несовершеннолетних это работа идет. Даже ПДД активно профилактируется путем публикации регулярно в муниципальных газетах, но что касается работы адресованной к родителям, как защитить своего ребенка с точки зрения профессионала от подобного негативного воздействия нас пока начали отсутствовать. И с этим вы знаете, что у нас есть в обществе не только социально ответственные граждане, которые добровольно помогают органам внутренних дел, средствам органов в распинки данного рода правонарушения, но также есть и так называемые сомнительные уже общественные организации, которые возомнили себя альтернативой органитных органов, и которые уже заходят далеко за рамки тех полноводчиков, которые у них имеются. И вот здесь, чтобы не возникало так называемой педоистерии в обществе, которая сейчас активно раскручивается, и мы знаем, что регионы не действуют подобным уровнем закона. Эта педоистерия гораздо больше присутствует, например, в городе Москва. В интернете демонстрируются акты незаконного воздействия. Считаете ли вы возможность, что можно было бы выпустить ряд информационных материалов, которые бы разъясняли положение данного проспекта админициативного уголовного законодательства, для того, чтобы могли идентифицировать возможные признаки готовящего цифрового решения. как вы считаете? Как вы считаете? Прокомментирую ваше. Ваши политические комитеты, российские организации депутаты, которые теряя структуры, которые отморолены так снизу, в принципе, закон пошел, потому что выпивающие факторы, которые произошли буквально в последний год, это ужасная тенденция. Кстати, хочу сказать, что даже так называемые либеральные цивилизованные страны, такое, что было у нас в последний год просто собрать фильмы. В общем, повторите, что произошло. Вступление было в Рамштейн, открытый социально-помогательный доставки в США, после вступления шоу не задержали, было много делов, но было полгода при заключении сон и шоу в Тюрьмуре прошел концерты, было обладывали дети, в прессе это обладает тем, кто делал обладательные заборы, что он не работает. Никто не отреагировал общественности, что это неоследователь как мог, и вращение на и в принципе была паралитарная беседа с кем-то но после этого еще был глава 15-й литерат отрывок этого освещения как он был вторым был очень режиссер. также уже я не говорю о ориентациях главных частных театрах и или театрах советов тоже были в Петербурге в Петербурге так и никто за эти усилия и дети в том числе столкнутся по факту с той мерзостью, которую они видят на сцене нужно обязательно сделать какой-то код, который могут отслеживать, потому что мы должны смотреть программу отчитываться буквально пусть как угодно это называют цензура значит цензура значит она важна лучше цензура чем по такого уровня на сцене понятно что мы столкнулись с той ситуацией что мы не готовы в агрессивной позиции меньшин они получают гранты они работают профессионально простучивать себя профессионально себя профессионально в том что само название двух зависимых организаций или ЛГБ спорт это уже пропаган потому что это фактически пропаган и надо сказать что в этих организациях встречаются родительские комитеты где больше того сидят юристы и рассказывают как правильно создать сейчас семью однополую дети психологи работают наставив пропаган я просто присутствовал вопрос я ведущий модератор теперь можно называть было ли обращение в прокурительные органы прокуратуры для того чтобы была дана оценка подобного организации они были соответственно а какие ответы ответы еще ответы не получат поскольку еще не закончили все действия такие же как по тем которые признались что тогда возможно вы дадите копию этих ответов и потом передадим чтобы коллеги изучили эти ответы я хотел бы обозначить ответ очень важный потому что пропаганда заключается важный вопрос что такое пропаганда либо символика известная движение во всем мире когда шестицветный флаг является символом движения сексуально значит хочу сказать что он используется на митингах у нас в Петербурге то полиция реагирует на это кстати я просто пальцем показывал что пропаганда реагирует на другого 12 числа никак не реагирует ну простите на упаковке если молочные продукты пищевого молочника шестицветная радость может потом совпадение естественно компания мобилитар она открыто не скрывает что это является пропагандой социалистов так бы смешно это не было я считаю что по поводу методической рекомендации мы готовы для себя вся эта заработанная точка потому что если ребенок купающий молоко привыкает к этой урезанной радуге да как символ фоносексуализма а не как простой а еще бывает родители объясняют знаете как что это такое бывает спрашиваете родители объясняют что вот радуга есть нормальная а есть вот такая урезанная это все возможно ли по крайней мере явные да вот такие потому что они скрывают они смеются они поставили сейчас в процессе вставить сразу просто любви на закон хочу сказать они акцию это тревоги считают на самом деле можно убиваться сколько угодно по поводу что можно сейчас дойти до равнии которое на небе это все передергивание смешение значит есть четкая символика вот она есть она используется если она используется по организации или школах ее нужно запрещать законодательно не то что там а просто запрещать и по поводу действительно название организации это зарегистрировано пропадание как они говорят трансген или сексуал произносим муравку запомнили пропадание и нельзя не сказать что дети это не слышат они слышат они запомнили верно это склон здорового жизни цели больных ну никак пропадание надо понимать что есть позитивное отношение а спасибо может есть да евгений отручен по участию движения возвращаясь к вопросу подготовки справочных материалов по выявлению угроз для родителей соответственно конечно материалов не хватает люди во многом занимаются самодеятельностью конечно очень квалифицирован подготовленный юридический педагогический психологический ответ родителям но соответственно было бы очень полезно если бы в данном пособии содержалась информация как например корректно можно довести информацию для детей о возможных угрозах то есть как родителям можно объяснить что политические ситуации бывают и сделать это корректно не надо и следующий момент еще наверное должен содержаться это прикладная информация если родители столкнулись с такими случаями что им делать как делать так чтобы злоумышленник не ушел от ответственности так не попасть в такую ситуацию когда протокол об административном правонарушении не окажется допустим неправильно оформленным и в итоге злоумышленник будет гулять в том же дворе то есть должны содержаться какие-то четкие рекомендации как все должно быть оформлено продолжая тему продолжая тему Анатолий Актурович сейчас осветил по поводу пропаганды открытых все мы знаем магазины пятерочка и если вы подаете к терминалу и попробуете положить денежку на телефон во весь экран высвечивается сообщение следующее содержание ну изображен бомосексуалист и надпись приглашение на гейпарат разыграть ну дальше если мы проходим в менюшке оказывается что это некий розыгрыш вы можете ввести номер абонента ему позвонит человек с таким противным голосом и пригласит его войти в органы для гейпарата вот первое сообщение которое вылезает оно выполнено на гейпомикса вот соответственно данными терминалами пользуются дети и вот лично сделаны у меня фотографии в магазине который располагался под одной крышей рядом с магазином нити вот как бороться с этими случаями сейчас мы готовим обращение в АБД вот какие-то мишкисты можно одну мишку ну я думаю что дети как раз вы отлучились что вы сейчас вы предоставите фотографии соответствующие обращения я готов тоже присоединиться и мы направим для того чтобы была дана оценка подобного рода электронным программам которые открыто распространяются я хотел бы прошу прощения я хотел бы предоставить слово поскольку мы говорили много о мониторинге возможных правонарушений в отношении неправ совершеннолетних хотелось бы узнать точку зрения представителей аппарата уполномоченного по правонарушений подбирать вот вот что касается практики применения вообще что касается самих статей как бы да можно сказать что отчасти инициатива тоже принадлежит упаломоченному доведение в административный кодекс да естественно в принципе позитивно оцениваем наличие в административном кодексе таких статей да то что в вашем примере регионов которые до этого не были введены вот то что столкнулись с определенными проблемами в процессе реализации вот я хочу вам поддержать коллега из ГУВВД мы изначально говорили что передача полномочий и вот и естественно как правило протоколы составляются на уровне участков полномочий милиции полиции вот которые вот такого качества какого протокола получаются поскольку к сожалению вот в триминологии они не в проблематике просто подобных правонарушений поэтому было бы логично передать иным субъектам профилактики вот на них был подготовлен брак закона который протокол мог состоять по правам в основном теории у нас есть специалисты которые просто понимают что пропаганда и как отличить по газу от информирования поскольку естественно мы понимаем что это в год случаи максимум десятками у нас сил хватит чтобы разобраться с каждым случаем по обращению по обеспечению должностных лиц, уполномоченным создать протокол от органов среднего правонарушения и подарок детей ГОИ института правонарушения. В частности, мы уже узнали, что полномочный правонарушенка готова взять на себя такую функцию. Если будет такая возможность, то, конечно, мы готовы это рассмотреть. Также мы получили обращение со стороны органов местного самоуправления. Как вы знаете, органы местного самоуправления наделены отдельным государственным полномочиям, переданы им по опеке их учительства. Данное управление напрямую коррелируется с охраной психологического здоровья несовершеннолетних. И как вы считаете, возможно ли, наряду с удачей такого полномочия, возможно ли удача такого полномочия также должностным лицам органов местного самоуправления? Сейчас мы, кстати, попробуем вам. Если это будет вот это, то мы как раз об этом и говорили. Мы полагаем, что это и есть правило. Потому что если мы хотим видеть от полиции результат вот этой массовости и качественности, то это будет, наверное, не совсем правильно, и мы никогда не достигнем того, что мы побороться. Ввиду в помощь полиции достаточно широкий спектр своих задач. Поэтому вот это предложение как раз и совпадает с той позицией, которая была уже сегодня. Здесь просто специфическое направление, которое действительно, скорее, профессионалы будут и органы местного самоуправления, и другие, нежели. Возможно. Теоретически возможно над этим подумать, но только при веселье и соответствующих... Ну, не в наших концах. Те можно передача отдельных государственных полномочий, если это было прописано отдельно. Потому что такие понятия опекой попечительства работаются достаточно узко. Да. Второе. Первое. Я хотела бы уносить свои сомнения о том, что этот орган будет у нас активно участвовать. Это будет, опять-таки, меропрожденное. Поверьте мне, я много лет надзираться здесь в русской оборудовании. Учительства не будет. Присоединяются к предложению полномочных правов ребят в Санкт-Петербурге. Результат будет и качество будет. Опека не готова в настоящее время, даже если будет соответствующая полномочия предоставлена заботиться. Результат будет предоставлено предоставлено полномочиям в русском языке. Я хотел бы уточнить предложение. Я говорил о том, что органы местного супруга не отделены отдельным госполномочиям по опеке и попечительству, но также органы местного супруга, не органы, а отделы опеки и попечительства, а именно должностные лица, предположим, местной администрации муниципального образования, могут быть неделены такими полномочиями, поскольку мы сейчас видим, как в рамках деятельности отдельных муниципальных образований поднимаются целые программы, которые в рамках того, что они не являются полномочиями, не финансируются, но тем не менее не поднимаются, в рамках программы по профилактике подобного рода права нарушений. И мы видим искреннюю готовность. На сегодняшний день мы проводим эксперимент на базе на муниципальном образовании «Красник Горизм», где органы местного управления на добровольных основах, не превышая предел своих компетенций, они как раз участвуют в подобного рода программах. Но если бы мы предоставили органы местного управления права составлять протоколы, то я уверен, что в реальный случай мы могли бы толкнуться с тем, что круг лиц, которые следят за незапущением подобного рода, он бы существует нарушений, потому что есть заинтересованность. Точно так же, как мы обсуждаем сейчас с органами местного управления, есть возможность надеть их право составлять полномочия строить протоколы по продаже алкоголя. Так что мы знаем, очевидно, что органы МВД при всем уважении к органам этих дел просто не имеют физически такой возможности сокращения численности штата составлять эти протоколы, потому что они просто не успевают это делать. То, может быть, может быть, местного совправления с удовольствием готовы наказывать тех, участников рынка, которые продают алкоголь несовершеннолетним. Хотя сейчас, я знаю, есть федеральная инициатива, озвученная обременности, о том, чтобы данная категория правонарушений перешла из категории административных категории уголовных. И даже были очень серьезные, в том числе, и санкции, ограничения прав тех, кто организовал подобного рода бизнеса. Но, тем не менее, в принципе, мы можем это уже обсуждать. И, кстати, наш законопроект... Мы готовы тогда наш законопроект, который подготовил право взаимодействия с аппаратом и полномочным правом ребенка в Санкт-Петербурге, предоставить всем участникам совещания для того, чтобы вы могли выставить свою точку зрения в отношении возможности введения такой бумаги. с аппаратом. направляем что мы скоро вам направим еще на наш законопроект, касающийся борьбы с религиозными сектами в Санкт-Петербурге. Но это другое уже. Санкт-Петербурге. Спасибо большое. Теперь просто вот по у вас... Я в порядке. Сто время заявок. То есть, я пришел максимально... По существу, в частности, замечания, как вы сделали в прошлом. Ну, то есть, как всегда. На самом деле, я бы хотел сказать следующее. Наверное, как-то защитить, может быть, немножко в меру скромных сил наших правоохранителей. Потому что мы по связи с вашей России... Ты понимаешь, что ты обнушаешься? Мы по связи с вашей России внимательно с Караташовым изучили этот закон на стаблете пропаганды с нашей точки зрения. Повторя то, что говорил в начале. Закон не работающий. Соответственно, по нему достаточно сложно кого-то привлечь к ответственности. Мы можем выписывать какие угодно родители методические материалы. Но родитель по этому методическому материалу не сможет привлечь ни педофилов, ни того, кто пропагандирует комоксенсуализм и к ответственности. Я как родителям могу сказать, мне, чем мудро надо заниматься всей вот этой вот тягомотиной, в результате которой через несколько месяцев может быть пять тысяч штраф ему присудят, и прочее ему могут дать. И такая формулировка закона, такая размытая, неработающая формулировка закона на самом деле провоцирует многих граждан на то, чтобы защищать свои семьи, своих детей, не прибегая к защите закона. Потому что закон такой возможности не дает. дает. Поэтому, прежде чем одну другую помеху, дать очки родителям и все, что угодно. Но, пока не будет четкой, ясной обозначенной законодательной базы, когда не будет двусмысленности в трактовых, когда, знаете, как за продажу алкоголя продавец может потерять лицензию, потерять свой бизнес, даже если он не сам продавал, а его продавец. хотя есть такая народная пословица, что умные проспитцы дурак никогда. Так вот, социальная опасность пропаганды вот этих половых еврощений не сопоставимо выше, если не такая же может быть выше, но точно не ниже от распространения алкоголя среди не с совершеннами. Я не понимаю, почему в этом законе, который сейчас у нас в городе принят, нет четких формулировок, нет четких обозначенных границ, в том числе экономической ответственности к юридическим границам, которые позволяют все это. Закон должен быть не двусмысленность. Вот это вот наша точка зрения. И в первую очередь это вопрос не правоохранителям, а законодателям о том, как доработать этот закон и все неоплодимые подзаконные акты, для того, чтобы он от декларации превратился в реальный работающий инструмент, которым уже могут пользоваться хоть органы опеки, вроде правоохранители, без этого нет. Спасибо. Здесь мы готовы для ваших предложений по законодателям. в принципе фактически выглядели пинком. И в этой ситуации у нас нет права применительной практики. Пока нормы не действуют, пока нету практики, для того, чтобы эта практика необходима, чтобы все прошло несколько кругов, вы говорите, что по факту у нас была проверка. Соответственно, все это откладывается, откладывается, откладывается. если конкретное дело у нас полностью собрана вся доказательственная власть. Единственное, что мы всегда находимся в таких ситуациях в наших людях. не знаем как она нам подана по гражданскому делу, нарушению наших гражданских прав. Или для административного доказательственного власть у нас собрана нам всего лишь необходимо поместить и другим образом продаваться. Можем ли мы сейчас говорить, что такого рода встречи может перейти в какой-то разряд уже регулярный и соответственно можем ли мы к вам присутствующему представителю организму обращаться и не столько неформально, сколько просто за консультацией и за помощью. потому что мы готовы собрать всю доказательственную банку. Нам нужно всего лишь как раз комментарии, что нам нужно собрать неиспертное мнение. Мы готовы написать все необходимые то у нас нет определенных регланов, что мы сели написали. Я никакого негатива прекрасно понимаю. мы взять ваши телефоны или ваши контакты, можем ли распрещаться регулярно и в менее формальной обстановке. Почему не создать его как прецедент? Почему не взять доказательную базу? мы все сами знаем пропаганду ромосексуализма. Все знают и все себя разговаривают речку и да, можно сделать с тем, что культурные мероприятия и никто не исключает, что повторится пропаганда ромосексуализма среди несовершеннолетних родителей. Кто угодно может приехать, и при этом у нас организаторы мероприятий могут довольствовать указанием на билете, что не рекомендован будет рассмотреть лицам младше 18 лет. Мы не можем отдавать находку родителям, приводя ребенка на концерт, где заранее объявлено, что будет нанесен вред его нравственности и моральному здоровью. Причем здесь получается ребенок собственность родителя, и если родитель его привел, то все взятое гладкое, никаких претензий не может. Может быть, тогда это подложить на те органы, комитет по безопасности, правоохранительные структуры, которые четко дадут указания организаторов те же культурно-массовые мероприятия, что организуйте возрастную контроль. Пишите, запрещен вход до 18 лет, особенно учитывая, что у нас в силу закон с 1 сентября о защите детей от информации вредящих на дороге. У нас кругом плюс там чего-то, почему это на концерт нельзя? Лучше не пускать на сексуализм. Понятно. Так, давайте мы перейдем. Если я покупаю своему... Прошу прощения, у нас идет обсуждение в каком-то основном порядке. Отец Алексей Марушин. Можно ответ мы можем встречаться? Можно взять ваши телефоны и когда тебе там все будет? Я беру на себя ответственность, потому что мы обсудим, как можно это будет проводить, и я беру вся лазонность такого народного контролера, чтобы была лазонность расшелять регулярные контакты. Потому что, уважаемые коллеги, здесь очень важно, что мы с ней собрали здесь людей. Это те, кого вы называете социально активной общественностью. То есть люди, которые по доброй воле на добровольных волонтерских началах, занимаются изучением вот этой проблематики в обществе. Поэтому эти люди являются крайне неравнодушными к этим проявлениям негативным в нашем обществе. И очень важно, чтобы в своей деятельности вы могли бы также в какой-то степени и облигаться, и взаимодействовать с теми институтами гражданского общества, которые готовы искренне и честно вам помогать, показывать, сигнализировать, где, что у нас не совсем правильно. И вот я хотел бы отец как я один из членов экспертной комиссии в области психологии на двух сериаловских театров, которые занимались анализом выступлений в так называемые макуны, выживающих по. и результаты экспертизы выгляжем прочно. В ее выступлении присутствовало разжигание религиозной розни, пропаганда мунициализма, пропаганда насилия, манипуляция создания зрителей, разрушение воздействия инновационно-духовно-нравственные ценности русского народа, пропаганда фашизма, шевизма, путем использования соответствующие символики, унижение человеческого достоинства, путем использования специальных артефактов шоу, даром полная экспертиза, то есть, мы видим, действия подобного плана, они научают молодежь, который присутствовал, определенный стиль антисоциального поведения. Мы видим в последнем время в случае стильных христов, варварское отношение к святыням, русской православной церкви, мы видим с вами хулиганские выходки, сатанические выходки, и не секрет, что просто сатанизм, с темными муалами, человеческие отношения, они присутствуют в Санкт-Петербурге. Так вот, выступления подобных деятелей, они способствуют формированию нашего молодежи в строго определенном духе, и способствуют их антисоциальной деятельности, их уголовной деятельности. Вот сейчас планируется приезд Гельмана, так называемого выставка. Очередной раз, мы с вами будем свидетелять, что эта выставка состоится, опять же, разжигание антилекиозной розни, опять же, пропаганды анти-серусских ценностей, и уже в интернете против следующего звания. если он приедет, никто нас не защитит, мы защитимся сами. То есть, есть только в любом плане возмущения народа, и желания, если у вас еще идет, просто физическая справа. понимаете? Нужно, я говорю, нужно, я хочу сказать, нужно ли вам нет. Поэтому мы должны совершенно четкой законодательной базой пресекать подобного рода выступления, которые приносят вред нашему народу, и не допускать вот этих официальных полюблений, что мы видим с вами, что творится в мире после этого фильма 97, да? Хотел ли подобных эксцессов в результате приезда Германа, в результате приезда Мазоны, русский народ был бы терпелив, но когда, так сказать, воендиют все больные места, мог быть социальный взрыв. И наши задачи не допустить. Я обещаю, что на основании вашего обращения, я в понедельник уже дам обращение нашим крупным орденам, для того, чтобы знать планирующиеся коржевартические меры по недопущению сжигания межнациональной розни, основанной на религиозной неприязни, и возможно для поведения экстремизма. Просто, уважаемые коллеги, я в последние условия крайне конечно. Очень важно, я хочу сказать, что от того, который сейчас получил, страдают люди, которые как раз занимаются вопросами нравственных. Уже это произошло, в заключении сейчас находится Дмитрий Клинок, который просто не руководит. То есть народ я понимаю, простите меня, что тот радовый флаг, про который он называет определенную реакцию, люди знают, что это пропаганда. И полиция не реагирует, реагирует граждане. Сейчас Дмитрий Денеев, по томашку нарезку, его вызвали, заточили, его арестовали, за то, что он просто выплакать у гомосексуалистов на улице. зато защищает. А потом себя защищает. Да, фактически то, что нужно, я считаю, нормальным человеком, мы же помогаем правоохранительным органам, просто сообщают, но они не реагируют, а действительно получаются конфликты, которые привлекают ребята, которые пропаганируют здоровый образ жизни. неизвестно, чего закончится дело, я просто прошу принять их сведениям, потому что этот принцип очень опасный, мы не страдаем от того, чем мы можем, понимаете, а страдаем двумя инцидентами. Что касается этого инцидента, то есть у нас уже обращение, потому что там действительно совершенно неправильно было бы реактивировано из одного в другое, и почему-то в отношении гражданского активиста там не было. То есть логические меры, которые вы говорите, будут снова направлены на гражданских активистов, которые не могут быть его стоять, не на Гельмана, а на тех, кто может ему воспрепятствовать. Мы для этого собираемся, для того, чтобы представители правоохранительных органов нашего города, представители аппаратов полновочного управления видели с точки зрения гражданских активистов, и это очень правильно, поскольку мы сегодня обменялись мнениями, у нас запланированное время освещения нечасто дошел к концу, и позвольте мне поблагодарить в равной степени и представителей правоохранительных органов, за то, что вы выделили время для того, чтобы у нас сегодня обменяться минимумами, и услышать нашу точку зрения, и представителей общественных организаций, у аппаратов родственных правоохранительных правоохранителей, поскольку это очень важно, что мы имеем возможность отмениваться и высказывать все вопросы, акцентироваться на тех вопросах, которые нас очень беспокоят, и мы считаем, что без помощи органов государства и власти здесь нам не справиться, и не очень рассчитываем на адекватное понимание тех вопросов, тех проблем, которые мы сегодня заправим. Я обещаю, что все те вопросы, которые вы передадите по предложению я обещаю переправить участникам совещания для того, чтобы вы получили адекватный, понятный результат. Спасибо огромное всем еще раз. До новых встреч! Спасибо. Спасибо. Спасибо.